И так, у нас игра в рамках спайк магазин капа 1-4, пивар еще против убеля Напомню, что убель обыграл такого мастодонта как ворлд ситар Который обыгрывал очень многих оппонентов со всякими неприличными счетами Вроде там 5-0, 6-0 Ну, с другой стороны, убель чемпион Рубубэлла по итогу сезона Пивовар еще был выбран лучшим эльфом Ну, по крайней мере, лесным У пивовара есть маг Второго медика нету Возможно, есть девочки Бладвайзер Это Бест оф 1 Ну, это так, фановый кубок Поэтому никто особо не напрягается У убеля, как всегда, Гронг сидит в запасе На скамеечке запасных Не хочет он второго тролльслейера выводить на поле раньше времени Напомню, что это монструзная команда с 3-мя плюс силовыми гномами Но точно с 3-мя Так, раз, два, собственно И где-то здесь прячется третий Вот он, третий гном Иконки друг на друга наплывают, не видно Пивовара есть лонер Есть старплеер Собственно, лонгстрайдер Не знаю, мне он не очень нравится Но, возможно, денег на другого не хватило Как бы, сайдвиндер мне значительно больше нравится, чем лонгстрайдер Кстати, есть несколько гардов Что для эльфа это всегда очень приятно Привет, Колян Еще привет всем, кто подошел Лонгстрайдер убирается на скамейку Ради Кика Он его почему-то на скамейку убрал Кстати, плюс силовой эльф Очень неплохо Ну, посмотрим, посмотрим Я не помню, против кого у Бобби скинг закинул Хэл Морипас Через всю карту В итоге второй скинг смог подобрать и унести мяч Парочка гардов Есть неплохой отбиратель Но, опять же, стрибол вообще не сыграет в этой игре Вот он, очень неплохой парень тоже Очень неплохой отбиратель Но мне не нравится, на самом деле, Френзи Потому что это гарды у гномов И можно уехать в минус кубы Там дикие совсем В хоть минус три, наверное, можно уехать Опять же, нету борьбы Соответственно, мяч будет выбиваться Только в пять и шесть Опасно Опасно Не, я понимаю, что Джага Я понимаю, что это будет Блиц Отмен, там, Ресла и так далее А стрибол здесь не зарешает Оооо Кстати Того самого эльфа, которого мы рассматривали Выбивают камнем в лицо Благо, это просто пробой Фанаты чемпиона Как бы лютуют Происходят потолкушки на лосе Да, хорошее начало, согласен Ну, сколько там шурхэнс Шурхэнс достаточно на один Вот он Он тут есть И все Этого реально достаточно Вот второй шурхэнс Сам понимаешь, что гномы не любят Передавать мяч из рук в руки И, соответственно, будет нести тот, кто подобрал И выбить у парня шурхэндами мяч Это тяжело Привет, Айронкорова Я говорю в рамках именно этого матча А не в целом В целом, конечно, выбор стрибол очень хорош Я не спорю С тем же успехом Важно сказать, что убиваем 11 дворфов Отбираем мяч Че-то эльфы пока валят дворфов исключительно на рестли Будет ли удар деревом? О, вот это правильное решение Кстати, от рульслеера надо избавляться По возможности Раз, два Три, четыре, пять Шесть Если он сейчас его еще пробьет Это будет вообще шикарно И пробой Хотя, на мой взгляд, непонятно, зачем он фоловил То есть, стоя на этой клетке Ты всегда сможешь зафоловить, если тебе надо А сейчас нужно кидать два плюс Прошелся, молодец Боевой танцор, боевой танцор Пока что тут как-то все спорно Три куба деревом Дерево не вросло, кстати Целая куча пятерок Могла бы быть хорошая травма Да Конечно, такое количество дублей на дворфах Это очень сильно Лосс состоит из блоджеров Градоблоджеры Один из них, кстати, создан фирмам Что-то мне кажется Как-то пиварищ решил не загоняться по именам игроков Принимающий кетчер Принимающий кетчер Собственно, варденсер Варденсер Быстрый, кстати, кетчер Далеко забежал Сейчас, скорее всего, он оттянет на себя часть сил Парень отошел в защиту Потому что здесь все игроки валяются Не знаю, не знаю Посмотрим Взятки нету Есть только четыре переброса Хотя для дворфов Это, по-моему, небольшой перебор Лучше Взятка какая-то Ну, все часто мрут Все Бладбол, он как раз именно про то Как расстаться и ни о чем не жалеть Пособие по отношениям Здорово, Клэйбун Клэйбун Тебе надо заниматься Так, давай Давай, парень Ну Окей Огромное количество атаков для гномов Не проблема Соответственно, додж вообще в этой игре не роляет В этом матче Без проблем кидается пеленкон И Игрок вылетает с поля Благодаря сильному удару Как раз Получается восемь сильным ударом И нокаут У эльфа уже идут первые потери Кстати, игрок очень странный В каком смысле У него есть кик У него есть кик оф ретерн У него есть даже Дайвинг кетч Но Ни одного скилла на переброс То есть, ни одного встроенного рерола нету И защиты никакой Здесь гард Здесь два гарда То есть Ну Один куб можно сделать Хотя, если добежать То можно сделать и два Например, вот этого дуарфа Куда-нибудь сюда отбросить Самому подойти дерево Валить надо И никуда тут не подойдешь В принципе, стенд фирм Кстати, у парня с пеленконом же У него еще и подскок Тоже опасно Привет, Вергер Ну, так У него пока что первые потери Один игрок поймал камень в лоб А другой, собственно, уже вылетел Интересное решение Очень странно То, что он гарда сюда поставил В том плане, что Это все-таки блицер Если А, вот так Тоже такое Неоднозначное решение Не, ну Дайвинг кетч и дайвинг кетч Собственно Я в этом не вижу ничего такого Он как минимум прибавляет Плюс один на ловлю Соответственно В такл зоне Точный паст Ты все равно будешь Ловить на два плюс Ну, дворфы и так уже Под деревом Здесь вот Тусуются Оооо Неудачный лип Очень неудачный Как же не вовремя И нокаут Мне кажется Немножко поторопился Пиловар С другой стороны На двойках И дерево бы упало У него Подкосилось Ну, в принципе, ладно Мяч пока В безопасности Но эльфы покидают поле Ну да Наверное Уже не важно Сейчас посмотрим Что получится Здесь игрок Решил не вставать Ну, или он решил Ее не поднимать Он Я так понимаю Все на двухходовку Да Убери очень неплохо Укреплять свою защиту Проблема в чем еще Вот этот дворф Сейчас может сбежать От дерева Минус 3 Еще и гард Как-то люди берут Вот столько статапов И дублей У Убеля вообще Дичайшая команда Ну, это просто Огонь какой-то Дварфа Блоджера Мне кажется Мне кажется Это еще и очень Не слабый претендент В новом сезоне Привет, Энгр В 3 куба В 3 куба избивают Бедного кетчера Пилинкон Ну, правильно Потому что Его надо стараться Пробить При неудачном Пилинконе Все равно Ничего не терялось Добрый день Добрый день, Убрун Почему именно удар сюда А не сюда И отойти от дерева Оставив одного игрока Кинул красный Перебросил Опять красный Это стрелочка будет И Стойка Будут ли еще Красные кубы Да, еще красные кубы Опять стрелочки Дерево Молодец Дерево Живет Зачем А, ну ладно Он прям реально Хотел ее повалить Очень странно Были вот эти Красные кубы Дополнительные Вдруг опять бы Единичка была У эльфов уже Минус 3 Есть некая угроза Здесь раннера Деревом надо бить Блицера Лонера Надо поднимать Точно В принципе Есть вариант Какой Поднять здесь Лонера И этим парнем Делать блиц И убегать Хотя бы вот сюда Под одну гфи Пусть Оппонент Оттягивает силы От лежачего кетчера Этим парнем Можно вообще Доджиться Куда-нибудь Здесь гард Ну здесь везде гарды Здесь Ассист особо не дать Ну а раз здесь Ассист не дать Надо тоже Отдодживаться И дополнительно Сюда игрока Куда-нибудь Ставить На забегание Возможно Возможно Тогда достаточно Много гномов Уйдут из центра Можно будет Скочить кетчером Прибежать В тачдаун зону И поймать пас Ну в принципе От этого надо играть Потому что Нужно освобождать Других игроков У тебя Очень Не хватает Во В один куб Он даже решил бросить В один куб Игроком Без блока Возможно Есть смысл Сюда вот встать Дерево Ну Дерево Все тоже Да Волчерепа Да Хорошо Он не делал Других действий Хотя Можно перебросить Ну Все Надо Забегать Сюда Хотя Б Пусть От лежачего Кетчера Отстают Эх Гфы Нельзя сделать Жаль Переброса Уже Нету Хотелось бы На самом Деле Этого Друга Возможно Тоже Стоит Поднять Куда Нибудь Перевести Под экран Раз Два Три Четыре Да Хоть сюда Вот его Поставить Он Уже Будет Мешать Вот здесь Непонятно Зачем Он здесь Дает Возможность Доджить Я бы Поставил Ближе На клетку Сайдстеп Заманивает И плохие Кубы Минус Три На поле Пока Минус Три Вергер Вот это Решение Я не Понял То есть Соответственно Сейчас Здесь Три Плюс Прибегаешь И В два Плюс Выбиваешь Мяч Ладно На стрелку Конечно Не выбиваешь Но тем не менее В 50% Шанс Выбить мяч Это очень хорошо А с перебросом Там вообще шанс Гигантский Привет Good evening Гномы сгущаются Над деревом Под деревом Это уже Один куб По моему Получается Три Четыре Пять Шесть Ну Дерево Делает Своё дело Надо сказать Всё Два Куба В дерево Пока Что Дерево Держится Отключается Крепкая Стойка Это правильно Это Приведёт К одному Кубу А не К двум А теперь Это ещё Красные Кубы Если бы Борода Последовала Это был бы Один куб Ещё То есть Можно было Двумя гномами По одному Кубу Накидать Сейчас Это Никак Сейчас От красной Кубы Надо Не забыть Что Единичка Фейлит Всё Дабл Единичка Для Вергера Сейчас Может Зафейлить Очень Очень Много Сделал ГФИ Да Здесь Беззащитный Игрок Он Точно Упадёт Хоть Без Пробоя О Для Вергера Блин Ребята Извините Для Убеля Я просто Чат Параллельно Читаю Ну Соответственно Внимание Распыляется И Хороший Удар С ноги Не зря Был куплен Старплеер Старплеер Что-то Знает Умеет Защищаться Дерево Может Ворваться В четырёх Гномов Кстати Здесь Плохо Здесь Не добегает И добегает В принципе У нас Варденсер Удар Вот этим Игроком Кстати Длинной Бородой По Кетчеру Это Три Куба Другой Сороны Здесь Нет Пеленкона А Здесь Зато Наоборот Есть Пеленкон Но Два Куба Зато Два Раза По Два Куба В принципе Тоже Многое Влияет Очень полезное Оповещение И Что-то Здесь Непонятное Творится Ну В принципе Как я это Вижу Старплеер Бежит Сюда А лучше Вот сюда Отдает Пас Парень Проходит Два ГФИ Передает Мяч В руки Это Похоже На Тачдаун Другой Вот этих игроков Надо обязательно Поднимать Потому что В случае Неудачи Надо Уменьшить Количество Вообще Надо всех Поднимать Игроков Обязательно Чтобы Уменьшить Количество Добегающих Гномов Так Молодец Не Молодец Вообще Не Молодец Ни разу Это Один Куб Это Сильный Игрок Зато Шестерка Нашлась Так Ого Не Не поднял Здесь Тлонера Если Сейчас Спас Не удастся Здесь Вообще Все Плохо Будет Отлично Ну Правда Из-за Кроны Дерева Ничего Не Увидели Ну Брать Я согласен Что все Трискованно Выглядит И можно Было Отвести Игрока Вот сюда Ну Или Куда Добегает Вот этот Наш Друг Вот сюда Можно Было Отвести Плеера Он Шо Семь Бегает Два Три Четыре Пять Шесть Семь Да Раз Гафы Два Гафы И Передача Из рук В руки Отлично Здесь Удалось Клеймон Клеймон Здесь О Все игроки Поднялись С нокаута Это Деф Защита По-моему От пяти ходов Да От пяти Гномских Ходов Да Кто Знает Что Там Стандартные Фийские Столбики С надеждой На Перфект Дефенс Собственно Передвигаются Игроки Быстрый Кетчер Убирается С поля Я бы Поменял Силового С старплеером Местами На самом деле Силового Сейчас Могут Выбить И будет Все хуже У эльфов Один переброс И маг Для защиты На пять Ходов В первом тайме Есть вариант Конечно 2-0 Закинуть Нет Нет Погода Обычная Здесь По бокам От солнышка Есть Облачка Такой Лысого Китайца Напоминает Я не знаю Это значит Что Просто Хорошая Погода Очень солнечно Это Такое Большое Солнце Безо всего И оно По-моему Более темное Ближе к оранжевому Привет Гритс Хорошее Запинывание Кстати Мяч даже Не улетит Если конечно Не будет Сменена погода На еще Более Солнечную Нет Это Это плюс Для Пиловара Райот Потеря хода Не стесняются Дворфы Выбивают Эльфов Ну Стараются По крайней мере Выбить Эльфов Две Шестерочки Кстати Там Зашло На пробитие И здесь И здесь Эх А ведь Могло бы быть Всего лишь Три хода Ну Используется Джиггернаут Игрок Падает На блоке И Нокаут Силовой Эльф Вылетает С поля Нету Агильных Варденсеров Оба Варденсера Просто Четырехагильные Обычные Пятиагильных Здесь нету Убель Убель Смог Сделать То О чем Он так Долго Мечтал Мало То что Повалил Дерево Еще и Травма Гном 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 Такой Хихих Ну Кстати Слышали Ха Дерево Было Срублено Под Самый Корешок Теперь Оно Здесь Задом Кверху Загорает Минус Минус Два Полезно Ну Один Игрок Очень Полезен Был Второй Игрок Чуть Менее Чуть Чуть Совсем Менее Полезен На самом деле Возможно Даже И более Полезен Чем Дерево Ну Брать Я согласен Я согласен Что доп Медик Мог бы быть Значительно Более Эффективен При этом Дворфы Они Очень Сильные Убийцы Такие Эльфийские Ну Возможно Кик И Хейл Мэри Пасс Посчитались Значительно Более Полезными Чем Медик Ведьмак Тоже Говорит Что Пасс Блок Он Невероятно Крут Где Тот Самый Чорк С Пасс Блоком Эх Нет Его Больше Среди Живых По сути Дополнительный Медик Он тоже Как доп Игрок По сути Своей Я бы Фалил Только Кем Непонятно Кстати А кто У нас На скамейку Запасных Ушел Блоджер Да Вот Этого Я бы Фалил Если Б мог Но Здесь Особо Некем Фалить На него Надо Тратить Блиц По хорошему Либо Вот На этого Парня Тратить Блиц Кстати Это Наверное Даже Более Выгодно То есть Забежать Вот так С этой Клетки Ударить Блицом 3 4 5 6 7 А Это С ГФ Будет Печально Ну Блин Все равно Можно Попробовать Кстати Даже С ГФ Это Возможно Очень Выгодно Получится Здесь Неплохо Варденсер Как бы Занял Стойку Но Проблема В чем Он Конечно Здесь Стоит Но Два Дворфа Должны Справиться С одним Варденсером Тем более Варденсер Защищен Исключительно Блоком Ни Сайдстепа Нет Ничего Даже Даже Если Сделать Лип Скажем Отсюда Он Липается Сюда Здесь Он Должится Пробегает Делает ГФ И На первых ГФ И падает С пробоем Раз Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Да Он не отбегал Жаль Хотя Даже Стоит Там Здесь Так Он Играет Неудача Конечно Здесь Получилась Возможно Стоило Просто Забежать Сюда И Грубо говоря Сделать Угрозу На Мяч Проблема в чем Если Убель Сейчас Забивает То Это Грин 2 1 Будут Эльфы Избиваться Весь Второй Тайм И Скорее Всего Не Будет Шансов Хотя Конечно Маг Может Поломать Все Обстановку Минус Шестой Армор Ну Собственно Здесь И восьмой бы не Спас Надо Сказать Минус Минус Три Эльфа На поле Продолжать Надо Как-то Играть Мне все равно Нравится Моя идея То Что Здесь Блицевать По диагонали Он бы Здесь Сделал Удар А этим Парнем Можно Было Убежать Неплохо Эльфы Пробиваются Науки Можно Убрать Пока Что То есть Вот Этого Горда Он бы Здесь Стоял Здесь Бу Варденцер Прибежал Выбил Этого Игрока Хотя бы Толкнул В принципе Ладно Не В идеале Его надо Все таки Валить Потом Здесь Можно было Быть Удар Этим Игроком Убежать Сюда Куда Нибудь Здесь Угрозно Мяч Делал В паре С этим Варденцером Другой стороны Если бы Здесь Все Удалось Здесь Вообще Было бы Огромное Преимущество Эльфа Джампап Не удался Раз Как же ты мерзко Лежишь Парень Раз Два Три А не Нормально Кстати То есть Это удар В один куб Сейчас есть Можно даже Вот этим Парнем Подводим Его сюда Даем Один Ассист И Раз Два Три Четыре Пять Шесть Нет Блин С этой клетки А вот этого Поднимаем Да Вот этого Поднимаем Парня Снимаем Ассист Отсюда И с даджом Можно ударить С этой клетки Сюда И выбить Мяч Попробовать Возможно Не стоило Лонера Поднимать Возможно Для лонера Нашлась бы Другая работа Вот этого Парня Точно Поднимать Этого Парня Точно Подводить Подгард И без Реролла Придется Доджиться И бить В один куб Ну он пытается Избавиться Максимального Количества Эльфов На поле Так Ну вот Давайте Здесь был Сейчас Лежал До сих пор Вот этот Лонер Додж Удача Неправильно Неправильно Эх 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 Пивоварища Ужас Ужасное лицо У старплеера Как будто Китаец Съел Лимон И все это Хурмо Еще Загрыз Такой Игрок Игрок Поплатился За то Что Неправильно Сыграл Я кстати Пока Новых Старплееров Вообще Не видел Ну кроме Этого Волчары Потом Посмотрим А Этот Вардансер Который Должен Был Быть Дриадой Что-то Много Валяется Один Эльф На ногах Его Скорее всего Сблицуют Интересно А кем Будут Блицевать Ну Вот этим Скорее всего Будут Блицевать Пеленкон Раз уж Пробил Почему Нет Но Что-то Как-то Слабенько Подскок Побежал Закрыл Здесь Закрыл Здесь Здесь Закрыли Этот Парень Пробегает Легкая Передача Меча Сейчас Парень Убежит На максимум Потому что Надо Скрыться От Старплеера Ну С Одним ГФИ В Один Куб Не Сказать Что Это Невозможно Но Это Будет Неприятно Теперь Он Просто Обязал Делать Два ГФИ Тут Уже Ничего Не Поделать О Пивовар Пожадничал Я бы Попытался В втором тайме Уже 2-0 Сделать А так Он Пожадничал Эту Единицу И Маг Пропал Зря Ведь Даже Если Он Выбивал Мяч И Игрок Не Пробивался То есть Игрок Не Пробивается Мяч Выпадает Сюда Куда Нибудь Здесь Фейлится Додж Или ГФИ И все Это Как бы Подбор Мяча И занос Даже Лежачий Игрок Мог бы Встать Подобрать Мяч И занести В такой Ситуации Я не вижу Смысла Это делать Опять Китайцы Фейлится Один 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 Не знаю Зря На мой Зря На мой взгляд Было Просто Зря Использование Мага Слишком Ранее Можно Было Попробовать Атаку Как бы Сломать Дворфийскую Привет Вуду А это Такой Турнир Межсезонья В общем Команды Играют Дружеские Матчи То есть Опыт Не набирают Но и Никого Не теряют Просто Для развлечения В межсезонье Между Собой Играют Игроки Которые Были Выбраны Лучшими Представителями Своих Рас По итогу Голосования Игроков Не хватает Магов Не хватает Аптечки Пока На месте Вряд ли Что-то Поменяется В дворфийской Расстановке Серьезно Поменял Гороков Местами Не более Ну нет Смотрите Что-то Решил Изменить Не понравилось Ему забегание Прошлое Забегание Здесь Две девочки Бладвайзер У пивоварища А не такая же На самом деле Брать Там дерево Держалось До последнего И именно Благодаря дереву Убиль Потерял Бдительность Его избили Обе команды Теряют Походу Игрок Не смог Поймать Скатер Кстати говоря Это тоже Играет на руку Пивоварищу Возможно Он сможет Как-то К ничьей Свести Игру Мага Жалко Конечно Мага Будет сильно Не хватать Причем Я реально Не вижу Смысла Вот В такой Ситуации Использование Мага Стрелочки Леска Давно Натянута Так Секунду Сейчас Вернусь 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 Так, что у нас тут изменилось? Прошел ход. Никого пострадавших нету. Есть только празднодлежащие. С переброса был подобран мяч, я понял. Ну, что я хочу сказать. Никакой серьезной игры здесь не видно. Первый же додж это фейл. Такая печаль. Решается трать переброс. Аккуратненько. Вроде как выстраивать некий барьер. Что-то а-ля столбики, по-моему, будут. Джиггернаут не позволяет использовать крепкую стойку. Игрок, кстати, может далеко забежать, надо сказать, к мячу. Вот здесь бы мог, вкупе с магом, была бы очень сильная угроза, такая на мяч. Но что-то здесь не то. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. С одним гфы можно заставить кинуть лишний кубик. Ну, здесь медный игрок выбыл. Гард раздал гардов. Здесь, надо сказать, особо сильный игрок. Ну, здесь тоже, в принципе, не слабый. А фланг-то открыт. Убить всех, кто без бороды, да? Это один куб. Парень, конечно, очень быстрый, но недостаточно сильный. Ох, я бы отсюда, наверное, дожился. Ай-яй-яй, как же не вовремя. Много единичек сыпется, кстати, к пивовару. Ну как, много, приличное количество, надо сказать. Опять гард занял позицию. Ну, сейчас эльфы хотя бы не падают. Так, а как здесь можно передать мяч? Нет, нельзя. Соответственно, надо его как-то перетаскивать. Ну, да, все эти и забьют состоящие эльфы. Я думал, он ее наружу выкопнет. А, он ее хочет вообще выбить. Пробойчик. Хорошо спрятался эльфов, кстати. Но здесь нет гардов. Вполне возможно, впрыжка и выбивание. Пусть даже в куче гномов, но тем не менее. Горда сюда. Горда сюда. Этим парнем можно кого-нибудь избить. Например, вот этого лонера. Убилет здесь достаточно не жадничать, просто медленно и верно привести мячик к зачетке. Как это делают гномы. С одной стороны, он, конечно, пожарничал. С другой стороны, он сделал все правильно. Выбежал аптекарий. Сказал, что ничего хорошего там не получилось. Ну и, собственно, занавес. Да, это товарняк, понятное дело. Но, тем не менее, это был парень с Френзи и Джагой. То есть, на впрыжке, например, Фент бы не помог. Большая нехватка игроков. И теперь вообще непонятно, что делать. Впрыгнуть все еще можно. Можно вбежать на дурака. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Удар на ГФИ. Вниз этого парня. А, любого можно двигать. Сюда, сюда. Нет. Сюда тогда проще выдвигать. Здесь игроков уже нету. Соответственно, надо выдвигать сюда. Здесь может хотя бы тот же Старплеер попытаться подобрать мяч. Это Лип. Переброс есть. И удар. Это не удар. Больше похоже на удар, но это ничего не меняет. Ну, надо сказать, что дворфов уже многовато. Два дворфов подряд. Чемпионы, как бы, сезона. Не знаю. Жду хайситов. Они бы могли не выиграть второй, если бы Убилю пять плюс дочь не удался, надо сказать. Ну, мы имеем то, что имеем. Убиль молодец. Да не, решение пивовара с неисцелением дерева, оно, в принципе, понятно. Тут, как бы, сложно поспорить. Тут, скорее, спорный момент в этом, в медике. Возможно, стоило брать дополнительного медика в такой мясной игре. Но я не знаю, сколько там индусменты были вкупе с деньгами. Ну, то, что их двое в одной группе, это, как бы, не говорит о том, что они вдвоем не смогут выйти. Вполне себе с первого-второго места. Вообще, самая интересная группа сейчас, это будет, конечно, в среднем дивизионе. Это группа Овал Алексайс, конечно же. Шестерочка. Очередные эльфы падают. Возможно, это знамение для пивоварища. Ну... В Ситаре я нисколько не сомневаюсь, что он всю группу обыграет, там, 5-0-6-0, как бы. Но от этого сама группа Алексайса и Овала не становится менее интересной. Без горда гномик. Без горда гномик. То есть, подводим этого сюда, даем ассист, здесь два куба, здесь вариант с впрыжкой был. Не смог повалить, очень хотел, даже переброс потратил. Не знаю, я, возможно, двойку оставил, кстати говоря. И вот это гард. Самое неприятное, что это гард, а эльфийского гарда на поле нету. Где он есть, но где-то... Вот он. Очень далеко. По-хорошему, можно было бы как-то повалить этого дворфа. Именно повалить, потому что сдвинуть его нельзя. Сюда подвести гард. И можно было бы опять надеяться на впрыжку. Этого повалить очень тяжело. Чтобы здесь дать гарда. Зачем? Это зачем сейчас было? Он хочет впрыгнуть в эту клетку и отсюда ударить, да? Это тоже гард. И это гард. И это гард. Ну, посмотрим, что из этого получится. Там скиллуха, контр-скиллуха. У овала есть некое... Как там говорилось в фильме? Или в игре? По-моему, в игре это говорилось. Жесекуа. Так что Ситар тоже может овала перескилловать. Перескилловать. Перескилл. не получается пока пивовара вообще игра просто не клеится ну да ха иногда возят ок и не и и и и и и и и Да, шансы тают с каждым ходом Жалко, нет никакой возможности просматривать команды, свои и чужие, просто с форума Ну, знаете, как у Близзардов, там же можно в Вове чара посмотреть, просто зайдя в батлнет, ну, на форум Вот жалко, в Бладболе так не умеют Не, ну здесь достаточно уверенная клетка строится Тем более, запрыгивать в нее некому, только если заходить пешком Пешком зайти тоже невероятно тяжело Хотя Хотя 50% 50% И один куб Оооо Жесть, уже все, не зайти в клетку Ооо А庭 Давай, ребята, подбирай мячик. Очередная неудача. И не падает. Или падает, но на двойку. Продолжение следует. Продолжение следует. И дальше 2D блок, 2D блок. Продолжение следует. Ну да, сейчас будут избиваться возможности все стоячие эльфы. О, и мяч теперь можно далеко в сейф-зону отвезти, кстати говоря. Но возможно придется кидать гфи, чтобы его нормально защитить. Ну а что поделать? Вуды они такие. Они либо ломаются, либо нет. У пивоварища вуды, которые ломаются сегодня. Соответственно, как защититься от 2-1? Тут непонятно. Вот, что делать. Уф, три куба. Ну, Умрун, ты уже придираешься. Я понимаю, что они либо ломаются, либо... А там, кстати, непонятно, что было. Возможно, там было МНГ, как бы, а во френдли матче даже МНГ. Оно, как бы, ничего не дает. И он просто выбрал смерть для... Смерть ради смерти, как бы. Тут его не устраивало ничего, кроме скамейки запасных. Ну, не надо гридиться все-таки. 2-3 это, как бы, нормальная игра. Почему сразу унылая? Собственно, опять же, в этом и фишка эльфов. Давай, давай. Пиор. А, пиор вообще уже никак не сбегает. Только если совсем по-грязному. Кстати, а почему бы и нет? Здесь, правда, есть такл, но... Додж. Бежим, бежим. Лип. Додж. Удар. Ну, можно потерять варденсера на выпихе. С другой стороны, а что делать? Вариантов защититься я не вижу. Лонг страйдера надо поднимать. Здесь, возможно, надо оббегать. Раз, два, три, четыре, пять. Типа, типа, вот так как-то, чтобы прикрыться здесь. Хорошо убежал. Ну, а теперь варденсер, варденсер. Будет показывать чудеса тактики. Ни одного липа еще не удалось пивоварь еще. Ну, Гритос, это как бы уже твои проблемы. Делай так, чтобы не уводил. Наращивай щупальца всякие, хвосты. Таклы. Не можешь щупальца и хвосты, просто таклы наращивай. Продолжение следует... Подписывайтесь на свой mét. Почему в каждой? Вот у пивоварича что-то не получается Кстати, да, вот дайвинг таклы Дайвинг таклы шикарные вообще Кстати, если я не ошибаюсь, там у Амазонок Очень странный ростер в этом плане Работает дайвинг таклы Ну, они, конечно, не всегда Я, конечно, сочувствую твоему дайвинг таклу Там был очень уклончивый гном Вот почему кетчер Амазонок Имеет 6 скорость Да, всех пилингонь По-моему, мне эту игру умру напомнило Что-то такое было, да? Не, ну просто это странно в том, что Грубо говоря Кстати, удалили игрока Ну, это уже ни на что не повлияет В том плане, что те же Норсы Это, по сути, мужская половина Амазонок Ну, или наоборот, Амазонки и женская половина Норсов Но у них есть некое деление У них есть там по скорости и так далее Амазонки просто все одинаковые Ну, тебе повезло Здесь, видишь, не повезло Еще и лежачий варденсер защитился Ну, здесь как ни кидай Давай, варденсер, выбегаешь Делаешь лип Так, у тебя есть 5, да? Могут Раз Два Лип сюда Это 3-4 Выбиваешь Это 5 Мяч выпадает сюда Прибегаешь с трайдером Забираешь мяч И делаешь Хейл Мэри Пасс Ну, почти удалось А эльфов все меньше Ну, и шансов уже Ноль Было бы забавно, если бы сейчас квадры единицы пришли А эльфов все меньше Овертайма не будет, Брайт Это же френдли Здесь будет просто бросок кубов И все Сразу пенальти Два стендфирма Ну, два стендфирма, в принципе, нормально По бокам поставить И все Ну, или с квикснэпом Вот этот парень может занести неожиданно Как-то странно Я думал, что Убель поставит Трех гномов в ряд И по бокам поставит Стендфирмеров И по центру поставит Обычного Игрока Какого-нибудь Я бы, кстати, вообще Вот такого брандера поставил Который падает на все Кроме двойки Здесь чуть-чуть В этом плане Странное решение Ну, если Квикснэп Он сюда подходит Этого игрока Выбивают И он пытается Здесь по диагонали Сдоджиться Он подходит сюда Игрок Подходит сюда Этого парня Надо выбивать А выбивать неким Потому что единственный Таклер Отдыхает Ну, есть некая интрига Ждем Мяч шикарно улетает Просто в космос И плюс ход Это уже третий райот За эту игру Минус два Плюс один По ходам У эльфов Резка Появилась игра Теперь достаточно Где-то проломить Оборону Построить экран То есть, грубо говоря Вот этого игрока Свалить Построить экран Получить мяч И унести его Ну, карт Здесь лайнер 6-6 Игрок падает У него, кстати, нет крепкой стойки Но вот этот игрок Все равно мешает На данный момент Здесь пройти И Как бы Лайнмана надо Отводить в сторону Чтобы освободить Эту саму клетку Хотя бы вверх Сюда, что ли Дать ассист Я не знаю Хотя бы сюда Да, надо отвести его Очень далеко, кстати Добегает игрок Кичером по-хорошему Вот сюда аж убежать Ой, грязь Ну, это хорош Ну Удачная грязь И осталось Нет Это так не работает Ну, давайте Ждем квадроединиц Привет, Арай Да, планируем Планируем В принципе Даже двойку Строит На самом деле Не, не Жадничает Жадничает Так, а давайте Посмотрим Мне кажется Я здесь вижу Игру Где-то Все-таки Повалил Эту игрока Нокаут Какая игра у Ситара Какая игра у Ситара Или ты имеешь ввиду Которую Он уже Играл Не, не Гагаладр Я Так, а теперь Надо очень Очень подумать Короче Во много кубов И удачный расклад Можно Можно Толкнуть Этого игрока Сюда Этого игрока Перевести Сюда Надо будет Этого игрока Мы переводим Сюда И отсюда Я хотел Сделать Блиц Сюда Для того Чтобы Этого игрока Сюда А этого игрока Сюда Ни одного Ни одного Липа За сегодня Не удалось 4 или 5 Липов Все были Провальные Даже с Перебросом Просто Все Провалилось 49 блоков На 20 Собственно 9 нокаутов Одно убийство Три травмы Здесь по нолям Эльфы Достаточно Жестко Слились В этом плане Собственно Пробоя в броне Вообще Весело Надо сказать На 49 блоков 30 пробоев Больше половины На сегодня Все, ребят До следующего раза Всем счастливо Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok